Привет! Решил сегодня снять спонтанное видео, скажем так, с таким названием «Наш привет Чимберлену». Кстати, забейте сразу на историческое значение этой фразы, просто нравится, как оно звучит. Ну так, краткое предисловие. Выложил вчера, по-моему, или позавчера, выложил свое, скажем так, самое банальное видео, которое, честно говоря, еще сомневался, стоит его выкладывать, не стоит. Там, в общем, рассказывал такую элементарщину, в общем-то, которая вряд ли даже полезна не то, что какому-то мастеру или какому-то даже среднему специалисту, а я посчитал, что, наверное, это даже может оказаться бесполезным даже для обычного человека, который никогда не имел дела с ремонтами обслуживания стиралок. Но, как оказалось, в очередной раз самое простое видео и самое такое банальное, в общем-то, вызвало массу обсуждений в комментариях. В том числе и был там один, скажем так, Чимберлен, не помню его, ник, который, если убрать из его комментария маты в мою сторону и оскорбления, кратко говоря, он не согласен с моей точкой зрения, а именно с тем, что стиральная машина может сливать вот сюда вот в умывальник, потому что это чересчур высоко для стиральной машины. Значит, если перевести его, скажем так, несколько матерных комментариев на обычный, понятный нормальному человеку язык, он говорит о том, что стиральная машина за счет того, что насос относительно слабый в стиральной машине, он не сможет выкачать нормально воду вот на такую высоту вот этого умывальника, поэтому машинка выдаст, к примеру, на стирке, на отжиме выдаст ошибку, так как она не слила всю воду. Но, скажем так, конечно, конечно, есть в этом какая-то, ну не то чтобы доля правды, ну какая-то возможность, да, что действительно так может произойти, потому что современные насосы, они относительно, ну производительность у них, скажем так, не очень хорошая, если их сравнивать, к примеру, со старыми насосами старого образца, вот, на это есть определенные причины, почему это так, вот, ну и если насос этот будет плохо медленно выкачивать воду, он действительно может не успеть выкачать за установленное для стиральной машины время, вот, это не успеет выкачать эту воду, в общем-то, когда начнется отжим, если он начнется, да, если машинка не выдаст еще ошибку, что она не слила всю воду, а все-таки отжим начнется, если уровень воды в стиральной машине остался такой, что он достает до барабана, вот, или даже выше барабана, барабан будет вращаться с большим сопротивлением, так как и вот будет тормозить вода на отжиме, да, ну и машинка как бы поймет, что что-то не в порядке, что она там не слила воду или не может выложить нормальное белье равномерно по барабану и тогда она, конечно, выдаст ошибку, вот. вот, но, ну и так, да, так же, как этот Чимберлен еще сказал, что я пизун-теоретик, вот, ну и что, как бы, в теории, как бы, да, что оно может работать так, как я показал, тем более, как моим доводом в комментарии было то, что в инструкции родной к этой стиральной машине производитель указывает рекомендуемую высоту вот этого шланга, на котором должен располагаться. Минимальная рекомендуемая высота 60 сантиметров, вот, хотя я уже в некоторых, ну, в предыдущем видео пока рассказывал, как ее можно подключить ниже, да, чем 60 сантиметров, вот, ну а максимальная рекомендуемая высота шланга это 1 метр. Стандартная высота обычной полноразмерной стиральной машины бытовой это 85 сантиметров. Как правило, отличие там у них небольшое, буквально там может быть один сантиметр. И здесь я в комментариях и написал, что по видео видно, что у меня мойка на высоте, ну, где-то 10-15 сантиметров от машинки, но когда я потом уже посмотрел в реальности, то есть у меня тут даже меньше, здесь даже около 5-7 сантиметров вот эта мойка, край мойки выше, чем посудомойка. Тьфу ты посудомойка, говорю, стиральная машина. Поэтому, получается, что у нас высота вот этого шланга составляет приблизительно 90, ну то есть где он находится, 90-95 сантиметров. Вот, что попадает в параметры, рекомендуемые производителем. Вот, ну как бы вот это я попытался ему объяснить, и что вот в таком случае машинка будет сливать воду абсолютно нормально. Вот, как бы именно на этом этот Чемберлен сказал, что я пизун-теоретик и у меня нету, скажем так, реального опыта, что у меня там все как бы в теории, по инструкции и так далее. Вот, так вот, еще раз, если он не смотрел какие-то мои предыдущие видео, еще раз хочу сказать, что опыта у меня более чем достаточно для того, чтобы вам что-либо рассказывать и рекомендовать. Занимаюсь я уже, ну, уже, наверное, больше 13 лет. Ну, приблизительно где-то с 2000-го, с 2001-го года я занимаюсь ремонтом стиралок. Ну, конечно, первые там несколько лет я там начинал, учился и так далее. Вот, ну, получается у нас сегодня 16-й год. Ну, 16 лет, ну пусть не 16, ну пусть 14 даже лет я уже занимаюсь ремонтом стиралок. Вот, хотя да, соглашусь, люблю я попиздеть. Вот, из-за этого у меня иногда видео мои получаются немного длиннее, чем хотелось бы. Вот, хотя мне кажется, что я рассказываю довольно полезные вещи. Это видео я все-таки решился снять, потому что понял, что даже некоторые мастера, не будем уже говорить о каких-то, простых людях, не понимают абсолютно элементарные вещи. Это все-таки давайте проверим, будет ли эта стиральная машина нормально сливать воду при высоте, вот, грубо говоря, давайте, вот я приготовил рулеточку, то есть вот у меня сейчас высота здесь от пола до края умывальника ровно 90 см. Вот, в своем комментарии этому Чимберлену я даже сказал, что машинка будет без проблем сливать при высоте даже метр двадцать. Поэтому я решил усложнить задачу как для стиральной машины, ну, соответственно, так и для себя. и сделал тут вот такой вот девайс дополнительный, который нам позволит этот шланг закрепить повыше. Сейчас, где-то у меня там что-то зацепилось. Так, вот, повесим его вот сюда и померяем. У нас тут, если брать до края трубки, ну, грубо говоря, вот так, метр тридцать пять, это если до нижнего края брать. Вот, и до верхнего, грубо говоря, сюда шланга, метр пятьдесят три. Ну, то есть, грубо говоря, метр пятьдесят. Ну, теперь мы просто включим стиральную машину на полоскание с отжимом. Значит, внутри у нас есть в машинке вещи. Туда закинул две шмотки, какие-то там кофта рабочая и полотенце. Значит, включаем машинку на полоскание плюс отжим. Ну, и посмотрим, хватит ли машинки мощности насоса для того, чтобы слив был на такой высоте, напомню, метр пятьдесят максимальная высота, на которой находится шланг. Ну, хватит ли и времени для того, чтобы слить на такую высоту? Не будет ли у нас никаких ошибок? Я машинку оставлю здесь, сам отойду. Не хочу это видео прерывать просто, чтобы оно было без, скажем так, без каких-либо монтажей, чтобы мне потом не сказали, что ага, там вот в этот момент я что-то с ней сделал. Я, скорее всего, ускорю это все для того, чтобы сэкономить ваше время за мониторами, чтобы я в это время здесь не маячил туда-сюда, я просто отойду. Ну, и, наверное, да, я оставлю здесь микрофончик. Оставлю микрофончик на ней, чтобы вы слышали, что происходит с машинкой. Кстати, если вы обратили внимание, я поменял микрофон, у меня раньше был вот этот петличный микрофон, висел здесь, но мне немного не нравится, что когда я кручу головой и в этот момент говорю, то есть громкость звука постоянно меняется. Поэтому я заказал вот такую вот штучку для того, чтобы микрофон всегда находился в одном месте относительно моего речевого аппарата. Ну и, ну и, ну и, вот это как бы первое видео, где я его использую. Посмотрим, какое качество звука получится, подойдет он мне, не подойдет, ну и дальше будем думать. Как бы если в этом видео меня качество звука устроит, и вас тоже, кстати, пишите в комментариях, если что-то вы замечаете не так, что изменить. Ну и через несколько видео, если что, я уже буду, наверное, вот с этим микрофоном. раз, раз, вроде не слышно. Я, кстати, этот отключил, потому что его долго вытягивать, там он под футболкой, а поставлю сюда вот этот старый. КОНИТАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПОСТОМНИТАЛЬНАЯ МУЗЫКА О боже, это магия, она сливает, как же это так произошло? Давайте посмотрим, успеет ли она слить за установленное для нее время. Да, кстати, я не боюсь показаться смешным перед своими подписчиками и зрителями канала. Ну и как мы можем услышать по звуку работы насоса... Блин, уже не успел, пока он работал. Машинка у нас полностью успела слить воду. Более того, даже если бы она сейчас немного не успела бы ее слить, по идее этот насос еще чуть позже должен включиться. Ну ладно, не буду вас отвлекать. А, блин, опять хотел дать вам послушать. Может, вы слышали, кстати, на крышке, может, было слышно насос, как работает. То есть, по звуку насоса было слышно, что воды в нем уже нет. Кстати, вот этот вот чуть-чуть воды второй раз машинка слила. Это уже те вещи, которые успели сбежать с вещей, пока она крутила без насоса. Для тех, кому интересно, что она сейчас будет делать, она сейчас будет пытаться разложить вещи по барабану равномерно, чтобы не было какого, скажем так, сильного биения, сильного смещения, в общем-то, вещей на одну сторону барабана. Как только ей это удастся сделать, она начнет отжим. Кстати, об этом я сниму еще отдельно видео, как эта машинка делает, что она делает и для чего. А пока продолжаем смотреть, будет у нас ошибка или нет. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, получается, машинка сейчас довольно долго пытается выложить вещи более-менее равномерно. Почему долго? Потому что она довольно сложная. Когда очень мало вещей в стиральной машине, их довольно сложно выложить с минимальным дисбалансом. Поэтому она постоянно пытается это сделать заново. Но сейчас она уже начнет отжим, так как пока она их крутит, эти вещи, вода с них выходит, они становятся легче. Но я, кстати, еще подошел. Вообще хотел сказать, что машинка у меня не выставлена. Я просто только что вспомнил. Я ее не выставлял на ножках, то есть я ее просто сюда задвинул и включил, поэтому, скорее всего, эта машинка будет сильно вибрировать, может быть, даже чуть-чуть сдвигаться. Пусть это вас сильно не смущает, не обращайте на это особого внимания. Ну и, в общем-то, вот начался отжим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Раз, раз... Ну, вот, в общем-то, наша стиралка закончила стирку. Она не выдала никакой ошибки. Проиграла финальная мелодия, которая сообщила нам о том, что машинка закончила стирку. Вещи она отжала. Вот там свиторочек, с которого не течет вода. Вот такой вот у нас наш ответ Чимберлену. Как вы видите, я в очередной раз оказался прав в том, что машинка без проблем будет сливать даже на вот такой высоте. Хотя, вот, как я уже говорил, что, значит, почему я все-таки решил снять это видео? Не потому, что я решил ответить очередному какому-то троллю. Вот, а таких на канале, в общем-то, достаточно. На большинство из них я не обращаю внимания. Мне, честно скажу, абсолютно все равно, какими там словами меня обзывают. Я понимаю, что человек, который, как правило, говорит такие слова, он, скажем так, в реальности он ничтожен. Поэтому я на это особого внимания не обращаю, даже на них не обижаюсь. Но иногда, когда у меня может быть соответствующее настроение, просто могу забанить на канале, если этот человек уже, ну, прям, скажем, очень часто себе это позволяет. Вот, ну, так вот, заставило меня снять это... Что меня заставило снять это видео? А именно то, что это может быть, точнее, не может быть, а будет очень хорошим предисловием к моему следующему видео. А в следующем видео я постараюсь рассказать, скажем, некоторые нюансы, которые относятся к работе современных насосов на стиральных машинах, чем они отличаются от старых насосов старого типа. Ну и, в принципе, уверен, что эти нюансы мало кто знает, мало кто вообще на них обращал внимание, что они есть и вообще не задавались вопросом, для чего они, в отличие от меня. Ну и кому-то они могут действительно помочь в обслуживании стиральных машин. Вот, а пока, пока всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока! Ну и вот еще постскриптум. Покажу вам кусочек нашей мастерской. Тут мы отремонтируем стиралки. Он какой-то бак распиленный. Вот еще бак пилить только надо. Этот уже насверленный тоже под распилочку. Вот. Вон какой-то индезит на прогонке стоит. Еще что-то он. Что там? Баукнехт. Вот. Ну, короче говоря, вот здесь у нас вот это вот то место, где вот конкретно здесь мы проверяем стиральные машины. Там у нас какое-то место для пайки и так далее. Вот. Ну и вот обратите внимание, где у нас находится сливная труба, в общем-то, где мы гоняем или проверяем все стиральные машины. То есть вот стоит под стеной корпус от стиральной машины, высота которого 85 сантиметров. И еще, наверное, сантиметров, наверное, 20-30 высота плюс, на которой находится труба сливная, в которую у нас, как вы видите, вот индезитик только что гонялся, вставленный туда. Ну и ничего, нормально все работает. За все время, пока мы их здесь проверяем, у нас не возникало проблем с машинками, чтобы у них не получилось туда слить воду. Гоняем мы здесь все машинки, в том числе и LG, и Samsung, и индезит. Короче говоря, все абсолютно. Вот. Так что так. Делайте выводы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова